Жизнь, имеющая смысл. Значит, мы с вами живём в этом мире, и что необходимо делать в этом мире? И ради этой работы, что мы делаем? Мы с вами постоянно получаем использование. Ради Божьего дела, вот это есть благословение. Но есть люди, которые бросают работу и резко начинают стареть. То есть вот это связано просто с мирской работой. Но для нас есть Божье дело. И постоянно его делать, вот это есть благословение. И вот когда мы будем с вами перед Богом делать Божье дело, тогда Бог будет постоянно нас использовать. И вот это намного лучше, чем какая-то там мирская работа в этом мире. И это даже... И от этого будет приходить радость, которую даже невозможно сравнить с радостью этого мира. Действительно, вот если Бог, Он будет меня использовать, если я это буду знать, тогда вот это мои недовольства, все мои вот эти слова неверия, всё это оно исчезнет. Потому что Бог, Он призвал меня ради того, чтобы я делал Его дело. И когда Бог будет знать, что я тружусь ради этого дела, тогда, конечно, у людей будет благодарна за это. И тогда люди будут проявлять жертвенность по отношению к Божьему делу. Но вот когда мы с вами смотрим на то, как Бог действует, вот есть люди, которые так временно получают Божье использование, Божье использование, а также есть люди, которые постоянно получают Божье использование. Вот вы какими людьми хотите стать? Ну, наверное, те, которые постоянно хотят получать, правильно? То есть, пока мессия не пристанут перед Господом, я хочу быть использованным Богом, трудиться ради Него. Вот это есть благословение, правильно? Все хотят, наверное, хотят нассоржаться этим благословением. Но вот если посмотреть в Библии, то вот Халев был таким человеком. Значит, вот был Халев, потом был руководитель Израиля, это Иисус Навин. И Халев, он до самого конца не расстраивался, не отчаивался, но до самого конца держался за завет. И 40 лет держался просто за завет и ждал. И когда ему уже было 80 лет, когда наступил кризис, вот тогда Халев появляется и получает Божье использование. То есть, самый такой критический момент для Израиля, Халев появляется и перед Богом проявляет жертвенность. И вот если посмотреть на то, как Халев у нас поддался, то он говорит, что я совершу эту работу, потому что по сей день я держался за завет. И таким же был и Даниил. Даниил был в плену. В плену. Это тяжелое обстоятельство. И что он тогда мог делать? Но Даниил 1, глава 8-9 стихи написано, Даниил, он положил сердце своё. Не оскверняться от идолопожертвенного. И что он делает? Даниил 1, глава 6, глава 10 стихи. Он по направлению к Иерусалиму три раза в день молится Богу с благодарностью. И вот тогда, когда Даниилу молился три раза в день, ему было уже много. То есть, если я посмотрю, то Даниил, он дожил до 80 лет. То есть, он служил трем царям. И постоянно он на своём месте действия, он молился и получал Божье использование. И вот с какой-то точки зрения, можно сказать, что Даниил, он был человеком молитвы. И его жизнь была внутри молитвы. Поэтому мы видим, что через Даниила происходит Божье действие. То есть, Даниил постоянно пребывал в молитве неизменно с постоянством. И на то была причина. То есть, вы посмотрите на Даниила 9, почему он так делал. Потому что он знал слово, которое было сказано через пророка Иеремию, что 70 лет исполниться над опустошением Иерусалима. То есть, он держался за это слово и без колебаний постоянно пребывал в молитве и исполнял Божье дело. И вот если посмотреть сегодняшнее с вами место из Писания, вот у нас с вами есть вот эти вот сыны Рувимовы, сыны Гадавы. И вот если посмотреть Иисус Навина 22.1, то говорится здесь про про Калина Рувимова. значит, здесь мы видим, что вот сыны Рувимовы, то есть колена Рувимова, также колена Гадава, их было много. и вот они получили половину вот Калина Рувимова, Калина Гадава и половина Калина Манасина. Они получили землю, но не все. и потом мы видим, что и вот мы видим, что вот часть людей вот этого трёх колен они остались в земле, которую завоевали, а некоторая часть осталась без земли. то есть некоторая часть была на земле, которую завоевали, а некоторая часть она шла для завоевания других землей, для завоевания другой земли. И вот если мы посмотрим с вами третий стих, давайте прочитаем. Третий стих. «Вы не оставляли братьев своих продолжение многих дней до сегодня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего». То есть мы видим, долгое время то есть они исполняли Божье дело и не оставляли это Божье дело. То есть это о чём говорит? Что до самого конца они не колебались и они держались за обещанное Слово Божие и исполняли всё дело Божие. То есть мы видим это сыны Рувимовы, сыны Гадовы и половина колена Моносина. То есть кто может вот так вот до самого конца пустить и иметь постоянство? Это только те, кто пустили корни в Евангелие, у которых есть система пускать корни в Евангелие. те до самого конца будут использованы. И тогда что произойдёт? Значит, те, кто будут пускать корни в Евангелие, они будут поставить держаться за Слово, пребывать молитвы, вести духовную войну. И вот это благословение, которое нам с вами дано. И вот однажды мы с вами тоже, если будем держаться до самого конца за Евангелие, сделать систему Евангелия, тогда много потомков поднимется через нас. И что очень важно? Очень важно не колебаться, не блуждать, какие бы ни приходили обстоятельства, и до самого конца держаться за Евангелие и молиться. И даже вот такой, даже один человек необходим. значит, вот часто вот жизнь веры мы вот вот мы часто поступаем по-своему. Вот даже сейчас, вот смотрите, вот сейчас уже конец 2022 года. Вот проверьте себя. Держался ли я за Божье слово? Не колебался ли я? находился ли я на том месте, которое мне дано? Вот просто вот проверьте свой год. Потому что нам надо начать следующий год, но нельзя начать следующий год с тем, чтобы я упустил заветы, завет, который мне дан в этом году. И вот вы просто сейчас проверьте себя, у тебя не упускаю ли вот Божий завет? Вот, что очень важно, нам держаться за тот завет, который нам дан, не колебаться, не впадать в конфликты и как бы нести ответственность за то слово, которое нам было дано. Слушаться. Поэтому вы тоже будьте верными в малом деле. Было бы хорошо, если бы вы так же не обманывались какими-то маленькими делами, чтобы вы до самого конца могли следовать за Божьим словом. Ради Царства Божьего. И вот то же самое. Я желаю, что вы могли оставить своим потомкам самое лучшее духовное наследие в виде вот такой жизни веры. значит, смотрите, у Бога ненужного дела нет. Все дело, то, что Богу, оно важно. Поэтому даже если мы с вами делаем какое-то даже маленькое дело, вот здесь быть верным. Делать это ради Царства Божьего, прототесно за это до самого конца. И оставить вот такое наследие потомкам необходимо. Вот. Я благословляю, что вы стали героями вот этих вот благословений. Давайте будем наслаждаться этими благословениями. Вот сегодня мы видим сына Рувимовы, сына Игадовы, половина колена Монасина. Они наслаждались этим благословением. Значит, что они делают? Первое, первое, они создали жертвенник для потомков. Первое, жертвенник для потомков. Значит, вот это был город, селом, но они, вот, был город, вот этот, селом, где уже был жертвенник, но они поставили в другом городе. вот если посмотреть вот 22.9, то мы видим, что возвратились и пошли сыны Рувимовы, сыны Гадовы, полина Каляма Насина и от сынов Израилю из селома, который в земле Хананской, чтобы идти в землю Галат, в землю своего владения, которое получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. То есть жертвенник, он был в селоме, но мы видим, что они идут в Галат и там ставят жертвенник. Почему? Потому что и в Галате потомки должны тоже получать Божье благословение и поэтому они там ставят жертвенник. И они почему это делали? Потому что они вместе вели служение и по прошествию времени, чтобы не получилось так, что потомки начали говорить о какой мы имеем отношение к друг другу или чтобы перестали делиться жертвенником для богослужения. Чтобы вот такого не было, они сейчас строят вместе в Галате что делают? Жертвенник для Господа строят. то есть они принимают решение, чтобы такой же жертвенник как в Силоме построить в Галате. И что мы видим? Что в итоге вот сыны Рувимовы, Гадовы, половинок Монасина ставят тот же самый жертвенник как в Силоме. И ради чего это? Ради потомков. И когда услышали об этом вот эта такая другая половина Калина Монасина вот они услышали ага в Галате тоже строится жертвенник Господу. И вот когда они услышали это они подумали ага вот эта другая половина Калина Монасина они нас предают. Неужели они нас предают? Поэтому вот они как бы захотели воевать. Но Моисей он же уже сказал в Слове что он сказал что только чтобы в Силоме было жертвенник чтобы в Силоме только преподносили богослужение но как бы было понимание если будут две земли два жертвенника тогда это будет как бы что богослужение двум богам получается но половина вот этих Калина Монасина которые пошли для строительства жертвенника в Галат они так не считали нет они хотели преподносить богослужение тому же Богу и там и в Галат получали Божье богослужение и чтобы потомки получали Божье богослужение в Галат поэтому почему они это делали для того чтобы поделиться для того чтобы что-то делать они это все делают ради потомков то есть вот это как бы сердце сердце этой второй половины колен Монасин. Сердце ради потомков. Другими с вами, как потомкам передать это Евангелие? Как сделать так, чтобы потомки нас создали Божьими благословениями? Вот я желаю, чтобы у вас тоже было такое сердце. То есть, другими с вами, вот эта вторая половина колен Монасина, которую решили строить в Галладе, они заранее уже увидели будущее своих потомков, поэтому они не хотели, чтобы их потомки были отрезаны духовно от колена Монасина, которая в Силоме, поэтому они специально строят вот этот жертвенник в Галладе, потому что они молились об этом. То есть, они знали, что Божье благословение, они не должны прекратиться в жизнь наших потомков, поэтому они не допускают, что потомки были без храма. Вот посмотрите, что произойдет, если потомки будут отлучены от Божьего дела. Вот посмотрите на пустыню. Вот, израильский народ идет по пустыне, и Бог как их ведет? Столбом огненным, столбом, потом столбом облачным, когда не было еды, Бог давал им перепел птицы, давал им маню и давал им воду. Но первое поколение, и вот тогда весь народ, они видели это. тогда не было у израильского народа каких-то инструментов, чтобы возделать что-то. Но жизнь в пустыне в то время, когда Бог, он полную ответственность брал за израильский народ. И теперь, и теперь вот этот, вторая половина колена монасина, монасина, они не хотели, чтобы дети жили без вот такого Бога, без этих благословений, без этого Божьего действия. Поэтому они строят, они строят в Галладе жертвы. То есть, нам необходимо тоже с вами переживать, как сделать так, чтобы наши дети не оказались без Божьего благословения. Потому что, если не будет Божьего благословения, тогда дети разрушатся. Вот сейчас тоже закрываются двери воскресных школ для детей в церкви. То есть, если если мы с вами станем тоже людьми Евангелия, тогда мы сможем с вами передать детям Евангелие. И вот я тоже, я тебя тоже за что благодарю, что вот наши ремнанты, даже маленькие ремнанты, они уже участвуют в школе проповедования. Вот, вот посмотрите, наши дети участвуют на школе проповедования. Они не шумят, они сидят и записывают Слово Божье. Да, послушайте, это действительно так. Если вы восстановите Евангелие, то тогда это Евангелие, оно будет передаваться вашим детям. И я желаю, чтобы вы были использованы ради этого. Поэтому очень важно, необходимо вот это духовное наследие до самого конца передавать потомков. Вот я бы расставлялась с ним Господа, чтобы наша церковь стала такой церковью. И во-вторых, значит, что нам необходимо построить, какой жертвник для наших потомков? Какой жертвник необходимо поставить? Значит, я две вещи хочу сказать. Сейчас на месте действия поднялись три организации. И они ведут движение исполина. То есть, они делают так, что люди не принимают бесов. И поэтому сейчас действие сатаны направляется по всему миру. Но вот особенно Америка. Вообще-то мы исполины все завоевали. то есть, Америка уже стала такой страной исполинов. Но сами американцы, они об этом не знают. Но вот почему, к примеру, элита, они все впадают в медитацию? Потому что у них есть духовные проблемы. А церковь, она упускает этот завет. Церковь, она упустила Божьей действия. Поэтому очень важно не упустить проповедование. Нельзя, чтобы не понять проповедование. И нельзя упустить проповедование. Иначе придет какой результат? Поднимется исполины, которые будут приводить в замешательство весь мир. Поэтому в будущем весь мир будет в замешательстве. Духовное замешательство. И еще, поскольку поднялось это движение обладания бесов, то много духовных проблем проявляется. Почему не решаются духовные проблемы? Потому что на местах действия нет учеников. Потому что нет учеников, которые следуют за словом на местах действия. Поэтому две вещи. Если не подняться проповедование, если упустить проповедование, тогда не разрушить силы витмы, которые на местах действия. Если не поднимается настоящий ученик, который следует за словом, тогда невозможно решить духовные проблемы. Вот если посмотреть Библию, то Бог дает нам благословение, вечное благословение. И эти благословения где находятся? В проповедовании. И сам ученик, является вечным благословением. И саму проповедование является вечным учеником. этому послушайте, ради проповедования, ради Евангелия. Если мы сейчас не примем решение, то тогда будут плохие последствия. В ответ 24, 14 сказано, и проповедование будет Евангелие Царства по всему миру, во сетях всем народам, и тогда придет конец. Вечные вещи — это Евангелие, и вечные вещи — это проповедование. Поэтому ради этого проповедования необходимо также построить жертвенник для потомков. Необходимо поставить жертвенник, чтобы следовать постоянно, чтобы быть учеником и следовать постоянно за словом. Вы послушайте, если церковь не говорит о проповедовании, тогда придет время, и сердце верующих отдаляется от Евангелия. И тогда и на церковь, и на место действия начинает сходить бедствие. Поэтому очень важен пастор, очень важен верующий каждого отдельности. И если всегда будет говориться Евангелие, проповедование, тогда наоборот, из-за таких людей внутри церкви и на местах действия будут останавливаться бедствия. Посмотрите, в церкви говорится о движении Семаль, которое было в Корее. Вот если поставим вот такое, все такое, ну, лишнее говорит церкви, тогда церковь будет отдаляться от проповедования. И знаете, потом что произойдет? Такая церковь, и каждый в отдельности и бизнес таких верующих будут потихонечку встречаться, сталкиваться с бедствиями. Послушайте, пока месть не придет Господь во второй раз, наша церковь должна постоянно только говорить о Евангелии и о проповедовании. Поэтому прежде, для начала необходимо правильно понять проповедование. Что такое проповедование? Если понять правильно для того, чтобы правильно понять проповедование, что необходимо сделать? Первое, нам необходимо знать сначала место действия. Если буду знать точно место действия, тогда я пойму, в чем проблема человека, кто такой человек и какие благословения Бог приготовил. Поэтому проповедование — это не что иное, как передавать ту жизнь вечную, которая мне дана. То есть не просто брать-приводить людей в церковь. Это не проповедование. Настоящее проповедование — это в основе. Когда вот эта жизнь, которая у меня есть, я ее даю другим людям. Вот это есть жизнь вечная. И что Бог вон хочет? Что Бог хочет? Первое, Бог хочет, чтобы я сначала обрел эту жизнь вечную, а потом эту жизнь вечную, можно передавать другим. То есть, первое, Бог меня спасает, и затем я наслаждаюсь это благословением спасения, и потом я передаю это спасение другим людям. Поэтому Иоанна 20, 31, что сказано? Почему написана Библия? Библия написана для того, чтобы мы уверовали, что Иисус является Христом, Сыном Бога Живого, и веруя имели жизнь вечную во имя имени. Почему Бог дал нам Библию? Чтобы дать нам жизнь вечную. И эта жизнь вечная где находится? 1 Иоанна 5, 11, 13. Эта жизнь вечная находится в Сыне Божьем. И эта жизнь есть в свет для человека. Иисус, Он сам сказал, что Я есть воскресение, Я есть жизнь. Иоанна 14, 6. Иисус говорит, Я есть путь, истинная жизнь. Только Христос является для нас истинной жизнью. И вот этот Христос, Он пришел к нам как жизнь. И когда я вот этого Христа передаю другим, вот это и есть проповедование. Послушайте, перед тем, как что-либо делать, я желаю, что вы сами могли наслаждаться этой жизнью вечную. В 1 Иоанна 5, 11 сказано, свидетельство о себе состоит в том, что Бог даривал нам жизнь вечную. И в 12 стихе сказано, имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Поскольку у нас с вами есть Иисус, у нас уже есть с вами жизнь вечная. То есть мы получили спасение. И вот этот, имеющий жизнь, может дать эту жизнь. Поэтому, что такое проповедование? Когда имеющий жизнь, передают жизнь тому, у кого нет жизни. Послушайте, давать жизнь вечную может только тот, у кого есть жизнь вечная. Неважно все остальное, которое внутри меня. Если внутри меня есть Христос, тогда этого Христа я могу передать. И тогда я могу наслаждаться благословением всемирной евангелизации. Вот в этом мире очень есть много знаний. Да, конечно, это все хорошо. Но что, какое самое важное знание? Какое самое драгоценное знание? Ничто иное, как это знание, которое мертвого может оживить. Вот это самое драгоценное знание. Самое важное знание. Поэтому, что значит мертвого оживить? То есть, когда через Христа мы духовно мертвого человека делаем духовно живым человеком. Поэтому Ефесян 2.1 сказано, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». То есть, это состояние человека, у которого нет Христа. Но знание о Христе самое важное. Почему? Потому что духовно мертвый оживает. И это почему? Потому что внутри Христа есть жизнь вечная. Поэтому вы, поэтому тоже, для того, чтобы испытать это действие спасения, Бог нам отправил Христа. Почему так? Потому что все люди, они отошли от Бога. И они сейчас находятся под вастрю сатаны. Это событие бытия третьей главы. И потом люди впали в судьбу сатаны. И вот люди даже сами не знают, что они находятся в судьбе сатаны, и так живут. Но они служат своему духовному отцу, который является дьяволом. Но они не знают, почему к ним приходят трудности. Вот почему. И поэтому, неважно, как люди они живут, если они не знают духовных фактов, они живут как рабы сатаны. Поэтому, послушайте, вы тоже запомните, что такое жизнь вечная, что такое жизнь вера. Это когда мы этого Христа принимаем и живем, наслаждается этой жизнью. Поэтому сказано, что вы получили освобождение. Написано, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил вас от закона греха и смерти. Спасение — это есть освобождение. И вот только через Христа можем получить вот это благословение жизни вечной. Потому что все люди, они отошли от Бога, живут внутри проклятий. Но Христос, Он пришел к нам как истинный пророк, как истинный священник, избавил от всех наших грехов и проклятий. И пришел к нам как истинный царь, который разрушает этого дела, который сейчас приносит бедствие человеку. Поэтому нам, которые отошли от Бога и блуждали духовно, которые поклонялись идолам, Он пришел как истинный пророк для того, чтобы привести нас к Богу. То есть Он стал путем встречи с Богом. И вот когда мы знаем этого Христа, познаем этого Христа, вот тогда эти благословения, спасения проявляются во мне. И жизнь вечную обретает. И вот таких вот людей, Бог уже приготовил на местных действиях, которые примут Евангелие. Поэтому Деяние 13, 48 сказано, а те, которые предуставлены к вечной жизни, все уверовали. Кто уверует? Те, которые предуставлены к этой вечной жизни. Поэтому вам необходимо правильно понять проповедование. Проповедование, я там прилагаю усилия, я что-то делаю. Нет. Я наслаждаюсь той тайной Христа, которая внутри меня есть. И тогда Бог ко мне прикрепляет людей. Вот это есть библейские проповедования. Поэтому вы прежде сами наслаждаетесь вот этим Христом. И когда будете наслаждаться этим, тогда вы потом построите жертвенник для... Жертвенник проповедования для потомков. Поэтому для этого необходимо правильно саму понять проповедование и наслаждаться в проповедование. И вот сегодня у нас тоже была команда, которая проповедовала. И они что говорили? Если у меня нет причины проповедования... Вот они представляют. Если у меня нет причины проповедования, то у меня нет причины жизни. То есть сегодня Бог, Он приготовил людей для спасения. Если я не живу ради этого, тогда зачем я живу? Поэтому очень важно мне само наслаждаться тайной Евангелия Христа и построить жертвенник проповедования для потомков. Я благословлялась именем Господа Христа ради этого. То есть вот это есть жертвенник, который нам необходимо с вами построить. И второе. Построить жертвенник, чтобы стать учеником. Итак, кто же такой ученик? Ученик — это тот, который следует за Словом. Значит, Бог, Он ко мне прикрепляет людей, которые получат спасение. И среди этих людей есть ученики. И вот когда люди не следуют за Словом, тогда решается их духовная проблема. Послушайте, кто такой ученик? Тот, который следует за Словом. Давайте посмотрим. Иоанна 8, 31. Сказано, что «Если пребудете в Свою Моем, то вы истинно Мои ученики». Вот что здесь очень важно. «Если пребудете в Свою Моем». Иоанна 8, 31. Что такое же сфера? Держаться за Слово и своей жизни вести жизнь вверх. Держаться за Слово и вести жизнь вверх. Держаться за Слово и жить. Вот это и есть. Вот это и есть жизнь ученика. Поэтому такой человек, ученик, какие бы ни были обстоятельства, он одерживает победу. Почему? Потому что ученик, который постоянно следует за Словом, какие бы ни были обстоятельства, он одерживает победу. Почему? Потому что он держится за Слово. И часто, наоборот, люди не держатся за Слово в своей жизни веры. И вот они следуют за словами других людей и получают влияние за слов других людей. Послушайте. Значит, если уже будет собрание людей каких-то, уже начинаются там какие-то другие слова, говорится. Послушайте, нельзя следовать за этими словами. Наоборот, придите в воскресенье, вы тоже принимайте Божье Слово, которое Бог вам говорит. А если вы так делаете и не будете, тогда вы сами не заметите, как вы будете привыкать к словам этого мира. И даже если будете проходить церковь, не будет получаться на богослужении. Сосредоточиться на богослужении. Вы же знаете эту ситуацию, когда 12 соглядат, да, шпионов, пошли посмотреть землю Ханан. И вот они возвращаются и дают отчет. И вот пошло 12, и 10 из них говорят слова неверия. И весь израильский народ, миллионы людей, они начинают получать влияние из-за этого. И что они говорили? Они говорят, что вот эти вот израильские народы, которые получили влияние из-за слов неверия, что они начали говорить? Давайте вернемся в Египет. Вот как Моисей нас вывел, так давайте мы сейчас вернемся в Египет. То есть вот такое произошло влияние. И вот был там один, вот Корай, и вот был там Корай, который больше всего подчеркивал, что надо вернуться в Египет. И вот за ним последовало 250 человек. И вот они пошли в Египет. И написано, что разошлась земля, и они все провалились в пропасть. И вот они умерли. Поэтому нам не надо следовать за словами людей. Надо держаться за словом и следовать за словом. Послушайте, в церкви тоже есть много разных слов. И даже можно получить рану из-за церкви. Но мы с вами ученики, которые следуют за словом. Поэтому мы не люди, которые следуют за словами других людей. Ну, что это такое вообще? Из-за слов людей получаете рану. Надо быстренько сейчас слово Божие в свое сердце вложить. И тогда вот эта сила, вот это слово будет давать мне силу. И тогда мы можем следовать за словом. А если мы начинаем следовать за словами людей, тогда мы сами разрушаемся. Значит, нам необходимо спасать этот мир, а мы, наоборот, следуем за словами этого мира. И мы становимся рабами этого мира. Вот такое происходит. Послушайте, давайте мы будем, даже мы с вами будем говорить те слова, которые будут спасать других людей. Давайте первым мы будем следовать за словом, чтобы себя спасать. И будем говорить слова, которые будут других людей спасать. И вот у нас было, и вот у нас было в пятницу собрание служители, и вот я тогда сказал, не надо вообще в церкви давать раны своими словами. Вот особенно служители должны быть аккуратны. Вот если мы в церкви говорим ненужные слова и даем раны, то что в этом хорошего? Вот часто мы просто говорим, и все. Но вот это людям приносит раны. Ну вот вы же знаете, да, что сказано в Иакове, что через уста выходят и слова добрые, слова проклятия, и слова жизни. Но нельзя, чтобы из одного источника выходило два вида воды. Наоборот, необходимо, чтобы через устов, чтобы через мои уста выходило только слово. Слово, которое будет приводить людей к Господу. Вот это и есть метод, как Бог действует. Бог, Он действует как? Через слово. Вот если посмотреть в бытие первого главы, то Бог, Он сотворил все словом, и потом Бог сотворил человека в самый последний момент, а до этого Бог сотворил все словом. То есть, вот если посмотрели, то есть, вот Бог, Он сам все творил, когда еще даже у человека не было. Бог, Он просто говорил слово, и вот появлялся, добудет свет, и стал свет. То есть, когда еще человека не было, Бог, Он словом все сотворил. Поэтому тот, который принимает слово, ученик. Тот, который следует за словом, ученик. Поэтому, вас слушайте. Вы тоже не слушайте слова других людей, а следуйте за словом, станьте учеником, и вот это слово передавайте вашим потомкам. И сделайте ваших потомков учениками, которые следуют за словом. Но вот есть, вот особенно есть верующие, которые долго ходят в церкви, а также есть новообращенные, которые только начали служить с веры. Послушайте. Вы ведите служение по отношению к ним. Правильно, служение какое? Чтобы они все смотрели на воскресное слово. Чтобы они все следовали за воскресным словом. Вот это есть же сфера. Послушайте, вот есть люди, которые сейчас в церкви получают искушение. Наоборот, вот есть люди, которым тяжело в жизни. Вот вы все смотрите на воскресное слово. И через воскресное слово смотрите на Христа. Через слово смотрите на Христа. Вот это то, что мне надо самому делать. Мне необходимо стать учеником, который следует за словом. И необходимо сделать так, чтобы ученики, чтобы потомки наши тоже следовали за Словом, и тогда дети будут получать Божьи благословения, будут использованы Богом. И необходимо за Слово держаться, как за обещание, которое Бог им дает. То есть, я когда слушаю Слово, я беру за Слово, как за обещание Божие. Вот вы посмотрите на Иосифа. Уже у него Слово было внутри. Даже это Слово, оно в мечте, во сне его проявилось. И все происходило в его жизни как? По Слову происходило. Послушайте, не что-то там происходило по обстоятельствам, а в его жизни все происходило по Слову. Поэтому в итоге Иосиф, он был поднят Богом, он был поставлен Богом на том месте, где он благословлял весь мир. Поэтому очень важно. Сегодняшнее Слово. И внутри этого сегодняшнего Слова мне необходимо ухватить за какую-то часть, за которую я буду держаться, за которую я буду молиться. И обязательно оно совершится, это Слово. И если это Слово, оно совершится в моей жизни, тогда в моей жизни все решится. то есть я сам буду оживать, и другие люди тоже будут оживать. Вот это и сегодняшнее Слово, молитва и проповедование. И тот, который держится за это Слово и наслаждается таким образом, вот этого, такого человека мы называем ученик. Я подытожу Божье Слово. Послушайте, мы с вами живем только одну жизнь. И куда я буду инвестировать в свою жизнь? Во что я буду вкладывать в свою жизнь? Я благословляю, что вы все вкладывали ради строительства жертвенника, ради потомков, чтобы наши потомки постоянно в этой эпохе они были использованы ради всемирной евангелизации, чтобы они поняли проповедование и чтобы они стали настоящими учениками. И вот наша жизнь должна быть использована ради этого, и тогда наша жизнь оставит вечное наследие для потомков. Поэтому вот эти вот сыны Рубимовы, сыны Гадовы и половина колена Манасина, вот они как получали использование ради потомков, так же самое и мы с вами должны получить это благословение, чтобы благодаря нам потомки получили благословение, и чтобы благодаря нам церковь еще больше получала Божье использование. Я благословляюсь ради этого именем Господа Иисуса Христа. Давайте мы с вами сейчас будем прославлять, но перед этим давайте мы помолимся. и сегодняшнее у нас прославление это Господа Иисуса Христа.